Всем добрый день. Как уже было сказано, меня зовут Виктор Прутьянов. Я работаю в компании Denix Computing. Мы иногда разрабатываем IP-блоки на дирилоге, на вещделе. И, как правило, это все должно стыковаться с каким-то CPU на каком-то SOC и возникает проблема, как это все симулировать. Поэтому сегодня я расскажу про ко-симуляцию RTL с помощью QEM и COCATB. В чем вообще проблема? Значит, если мы хотим делать какую-то периферию, какой-то IP-блок, ну, допустим, с распространенным AXI интерфейсом, который планируется ставить в какой-то SOC, и мы хотим каким-то образом это симулировать, то нам требуется для того, чтобы симуляцию производить, какие-то реальные транзакции для этого IP-блока со стороны CPU. И, соответственно, иногда еще возникает ситуация, что под Linux, который запускается на этом SOC, драйвер уже существует. Тогда, в принципе, понятно, откуда брать транзакции, есть какие-то варклоды для этого дела. И, соответственно, хочется производить симуляцию на уровне RTL для этого IP-блока, а все остальное как бы симулировать не хочется. Хочется, чтобы это просто производило какие-то реальные действия с IP-блоком. Ну и, значит, примерная как бы схема – это IP-блок симулируется внутри RTL-симулятора, там Verilator, не знаю, Icarus Verilog, что-нибудь такое. И каким-то образом он связан с эмулятором всей остальной системы, где уже никакой точности в этом смысле нет, от которого требуются просто операции ввода-вывода. То есть в данном случае это, например, MMO-операции, такие как, соответственно, чтение и запись, которые CPU делает, обращаясь к системной памяти, в которую отображен наш с вами блок. И эти самые операции мы можем превратить в транзакции XA и передавать это дальше в симулятор и, соответственно, в IP-блок. Значит, вот у Xilinx есть, в принципе, такая конструкция уже. Значит, из чего она состоит? Там в качестве эмулятора используется QM, который соединен через некий протокол, соединен с вот этой средой симуляции. И дальше вот эти операции, которые пытаются делать эмулятор над регионом памяти. Они, значит, с помощью вот библиотеки, которая называется Leap System C, TLM, SOC, оно, значит, превращается уже в работу с XAM. Но с этой конструкцией есть некоторые проблемы. Значит, во-первых, это все Xilinx заточено по большей части под ARM и под microblast, то есть под их собственной разработки. И это не просто QM, это их собственный форк QM, который очень сильно ушел на самом деле от AppStream, и там многих вещей нет. Например, поддержка RISC-V, там ее как бы нет. Значит, это на самом деле провоцирует нас на создание какого-то своего собственного аналога вот этой конструкции. И вот одно из возможных решений – это тоже взять QM, только уже из AppStream, то есть, соответственно, с поддержкой всех тех архитектур и платформ, которые там есть, таких как RISC-V, например. Значит, сделать специальный девайс, поскольку проект open-source, и там все написано на C, и достаточно много где объясняется, как эти девайсы создавать. То есть это простая задача. Создать некий девайс, который просто будет перенаправлять операции ввода-вывода в сокет. А дальше мы будем из этого сокета эти операции брать и передавать тоже в симулятор. И, значит, в качестве вот этого моста между, соответственно, QM и симулятором можно использовать через такой фреймворк на питоне, который называется COCOTB. Это, грубо говоря, фреймворк для написания тест-бенчей на питоне. И там к нему есть специальные библиотеки, которые позволяют работу с AXIM сделать очень легкую, очень простой на уровне именно транзакций. Поэтому можно вот таким образом вот это все соединить. А, и, собственно, COCOTB, он уже интегрирован практически со всеми симуляторами, которые я знаю. И можно создать вот такую вот конструкцию. И, соответственно, выбирать можно любую платформу, которая в QM есть, и как бы пользоваться. Значит, пару слов про COCOTB. Ну, как я уже говорил, это Python фреймворк такой, на котором можно писать тест-бенчи на питоне, соответственно. А модуль тестируемый, он RTL, то есть верилок, там весь дель. Вот. И еще есть к нему такая хорошая очень библиотека, называется COCOTB. EXT-AXI. Там есть EXT-AXI интерфейсы, есть, соответственно, MasterSlave обычного EXT-AXI, есть MasterSlave EXT-AXI Lite, там и всякие такого рода вещи. Вот. На самом деле не очень хорошо видно. Ну, значит, это пример вообще использования COCOTB. и COCOTB EXT-AXI. Значит, в чем здесь, в чем полезность этого, как бы, фреймворка этой библиотеки? Мы можем с вами вот буквально в одну строчку сделать транзакцию от EXT-AXI Master в наш с вами блок, который симулируется RTL-симулятором. То есть вот что здесь, например, происходит. Ну, это такое буквально Hello World. Мы здесь пишем два раза в регистр, и другого регистра читаем данные. Потом проверяем, что значение, которое мы хотим, оно совпадает с тем, которое мы считали. И там вот сверху видно, соответственно, какие EXT-транзакции при этом делаются. То есть здесь нам не нужно, как обычно на верологе, там все вот это городить. Мы здесь просто на питоне пишем write, и у нас происходит транзакция. Пишем read тоже. Ну, значит, и поскольку все у нас… А, ну и, соответственно, есть, понятно, поддержка работы с клоками, с резетами. То есть вот здесь, например, можно подождать следующего клока, поднять резет, отпустить резет, все дела делать. И это все можно делать параллельно. То есть как бы отличная такая замена обычным каким-то тезбенчам. И, соответственно, раз все это дело у нас на питоне написано, то достаточно легко использовать все остальные штуки из питона. Например, работу с сокетами. То есть вместо того, чтобы писать или читать какие-то фиксированные вещи, мы можем с вами вот открыть сокет. Значит, ждать из него команды. Значит, если команды нет, мы просто пропускаем кок. Значит, если у нас, например, чтение, мы просто инициируем на AXI шине чтение. Если это запись, инициируем, соответственно, запись. И поскольку все это в кокутебе уже сделано, это все проходит в симулятор. Там в качестве обвязки делается несложный такой make-файл. Правда, он зависит от того, какой конкретный симулятор используется, потому что, например, вот здесь приведен очень простой пример для Icarus Verilog. То есть тут нужно указать топ-модуль RTL, который мы хотим симулировать, и указать скрипт на питоне, в котором будет та часть, которая для кокутеби. Вот такая вот вещь. Она, соответственно, она позволяет выполнять уже не фиксированные команды, не хардкоженные какие-то, а команды из сокета. Соответственно, если мы будем в этот сокет какие-то команды подавать, то они будут, соответственно, выполнены. Вот. Ну и тоже в качестве эмулятора тоже выбраны к эму, только взятый не какой-то форк, а самый обычный к эму, поскольку там всегда какая-то up-to-date поддержка платформ есть. Ну, то есть вот это пример, например, запуска эмуляции RISC-5 64-битного. То есть мы здесь указываем Linux-ядро, которое хотим чтобы там работало. Значит, нужно образ загрузочного диска тоже указать там. В принципе, если мы что-то такое прототипируем, достаточно какой-то минимальный там набор, что-то типа busybox туда поставить, и все будет работать. Вот. В принципе, BIOS тоже можно поставить разные. Ну, здесь обычный OpenSBI выставлен. Вот. Значит, и, как я уже говорил, в него несложно добавлять, совершенно несложно добавлять свои собственные девайсы. То есть сейчас здесь вот существующие девайсы, здесь это блочное устройство, да, то есть доступ к диску, к заверточному, сетевая карта, потом UART. Ну, можно создать свой девайс. Вот, собственно, вот эта содержательная часть некого девайса, который может перенаправлять операции чтения и записи в сокет. То есть тут идея какая. Мы создаем девайсы и говорим, что вот у него есть два обработчика, чтение и запись. Значит, оба обработчика, они создают команду, одна на чтение, другая на запись. Соответственно, пишется адрес, пишется размер, все это дело и кладется в сокет. После чего мы ждем, ну, соответственно, на чтение ждем ответа с данными, на запись ждем просто некого подтверждения. Вот, и все это способно значит, работать поскольку мы все это кладем в сокет, это все будет работать с COCOTB, с тем, что мы только что обсуждали. И, значит, единственный момент это то, что нужно добавить наш девайс в девайс 3, чтобы его могла найти операционная система. Ну, на самом деле, самый простой способ это взять значит, платформу, в кем он, в данном случае вот это RISC-V, и машина называется VIRT, то есть это некая такая виртуальная абстрактная машина, то есть там часть девайсов, они это эмуляция каких-то реальных устройств, а часть это чисто виртуальные устройства, паравиртуализованные. Ну вот, и мы можем, соответственно, запросто в DTS, точнее, в DTB, который потом пойдет в систему, добавить описание нашего девайса, ну вот я его назвал здесь MMIOS tab, это не так важно, у которого там есть, значит, регион, значит, вот длиной 4 килобайта, и еще добавлено здесь прерывание, про прерывание чуть попозже поговорим. Вот, и, соответственно, это уже позволяет запускать Linux внутри тему и ходить вот в этот регион памяти и, соответственно, получать эти транзакции, которые CPU хочет делать, получать их в сокет и дальше в COCO-TB. Вот, то есть для запуска мы, ну, по сравнению с тем, что я вначале показывал, мы здесь меняем только то, что добавляем то, что называется символьный девайс, это просто некая такая штука, которая умеет с сокетом работать, и это позволяет устройству потрогать вот этот сокет. Это обычный Unix сокет, который, значит, будет открыт в TestBench. Вот, ну, и, соответственно, это все будет работать так же, как обычно COCO-TB работает, только теперь транзакции берутся уже от операционной системы, по сути. То есть, если там есть какой-то какой-то нетривиальный драйвер, мы будем, собственно, уже симулировать, по сути, реальную работу устройства. Значит, тут мы до этого, я несколько упрощал, да, я обсуждал только вопрос, когда у нас IP-блок является слейвом на AXI-шине. Ну, значит, в чем состояло упрощение, да, в том, что если это слейв, то он сам никогда никаких транзакций не инициирует, и, по сути, только реагирует на то, что ему придет с шины. Значит, и если мы хотим, во-первых, если мы хотим, чтобы это был AXI-мастер, или если мы хотим, чтобы он умел отдавать прерывания какие-то, что даже наиболее часто, наверное. Значит, тут нам уже придется чуть усложнить историю и со стороны кему ждать уже команд от девайса, да. Значит, тут от нас требуется просто создать еще одно соединение, на самом деле, на том же самом сокете. Я сейчас покажу, как это можно сделать. Значит, мы просто создаем дополнительный тред, в котором теперь уже создаем еще одно соединение. То есть в дополнение к тому первому соединению на том же самом сокете делаем еще одно соединение. И туда теперь не пишем, а его сразу начинаем слушать. И если нам приходит команда IRQ, мы берем, и вот есть функция кему-сет IRQ, которая, значит, у эмулятора, которая инициируется прерывание. Соответственно, со стороны KUKA.TV нам просто требуется, через такая функция KUKA.TV стартсун можно параллельно запустить, параллельно запустить корутину, которая в нашем случае нас что интересует? Нас интересует на каждом клоке проверять, не появилось ли прерывание. Значит, если оно есть, мы собираем команду, отправляем ее в сокет, и дальше она попадает в кему. Кему делает прерывание, соответственно, у нас в системе операционной тоже возникает прерывание. Вот, ну, соответственно, с мастером примерно вся та же история по смыслу. То есть это тоже какая-то транзакция, которая инициирует девайс, поэтому через то же самое соединение можно поместить соответствующую команду. Вот, ну, как бы на этом у меня, в принципе, все. То есть мы поговорили о том, как можно организовать ко-симуляцию, в принципе, почти для любой платформы современной, которая кему поддерживает. И это все достаточно легко делается, на питоне пишется, поскольку в кокотиби уже там все есть практически. Вот, на этом у меня все. Спасибо. Так, вопросы залбут у кого-то? Про какой тебе верификацию? Да, сейчас. А можете вкратце сказать про быстродействие этой системы? Ну вот сколько циклов в секунду мы приблизительно можем обрабатывать? Ну, быстродействие такое же, по сути, как у обычной симуляции, поскольку эмуляция остальной системы, она очень быстро идет. То есть мы ограничены скоростью RTL-симулятора? Ну, по сути, да. Понятно. Спасибо. Так, тогда вопрос с Ютуба будет у нас. Значит, спасибо за интересный доклад. Оправдал ли себя такой подход? Работают ли не слишком медленно? Ну, на этот вопрос мы уже получили ответ. Нет, это наоборот как раз. Это гораздо быстрее, чем, не знаю, там все симулировать или еще как-то. В целом, да. Так, может ли, пожалуйста, привести пример IP-ядер, который вам удалось верифицировать при помощи такого подхода для оценки их сложности? Я, к сожалению, не могу сказать, что там конкретно я верифицировал. Да, короче, да. Я могу сказать, что вот, например, такая вот конструкция, где слейф и мастер есть одновременно, может потребуется при разработке нетворк чипа, нетворк модуля. Третий вопрос. Не приходилось ли вы верифицировать что-то высокоскоростное таким способом, например, PCI-express, DMA плюс DDR на максимальной скорости, нет ли проблем? Нет, PCI-express не приходилось. Здесь идея в том, чтобы, значит, это заточено под ММИ-одевайс, да, то есть вот, например, как SOC с ARM или с RISC-файлом, то есть там, где нету PCI-express, а где там просто XI interconnect. Какой симулятор запускается, какой симулятор запускаете из COCO-TB? Viriliator либо Icarus Virilog. Просто на open source, да, получается? Да, все. Ну, кстати, в чем плюс всей вообще истории, все open source, на везде можно все поменять, подкрутить под себя. Понятно. Так, ну вопросы есть еще будут у кого-то? Александр Юрьевич. Да, вот я все-таки, действительно, у меня тоже такой вопрос был про сети на кристалле, да, то есть когда у вас несколько CPU-ядер, вот как оно реализуется? Они запускаются в каких-то разных тредах или что там происходит? Не, ну вообще в хему там без проблем запускается сколько угодно ядер. Да, конечно, это разные треды, значит, поскольку системная память все равно одна и, значит, собственно, обращением к ней это все на совести к кему остается. А вот эти вопросы, как полнота, тесты и так далее, где они, на каком этапе контролируются? Вот тут это хороший на самом деле вопрос. Это вся история больше, наверное, для прототипирования, чем для, может быть, какой-то прям точной верификации. То есть это у вас просто высокоуровневый симулятор, который заменяет прототип? Да. Спасибо. Там потому что возникает такая ситуация. На самом деле она решаемая, то есть и у Xilinx, например, что-то есть там варианты. То, что вот здесь у нас как бы идут с вами кулоки какие-то, мы на самом деле никак время с симулятором не синхронизируем. То есть его скорость работы, она по сути зависит от скорости хостовой системы. То есть он на самом деле несколько недетерминированно работает. То есть это вся история больше такая transaction level, значит, симуляция. Так, еще вопрос кто-то хотел задать? Нет, все, кончились вопросы. Все, Виктор, спасибо большое. Давайте поплодим докладчику. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...